И у нас, напоминаем сегодня, кто вдруг забыл, 29 апреля, пятница, Международный день танца, поэтому к нам уже пришли Ольга и Альберт Ворона, руководители ансамбля народного танца «Веснянка». Утро доброе! Доброе утро! Здравствуйте! Как отмечаете день танца? Вот, спасибо вам за приглашение, что вы нас пригласили, что у нас есть такой шанс, что наши детки сегодня покажут наше искусство, в общем, наш народный танец, они выступят, они очень, конечно, готовились. Вот, и спасибо вам огромное за приглашение, мы очень рады в такой день поучаствовать. Мы, само собой, поздравляем всех коллег, всех ансамблей Крыма, все ансамбли нашей необъятной России с этим прекрасным знаменимым днём танца. Международный день танца, да. Ваш коллектив, он занимается народными танцами, да? Какие детки к вам ходят, какого возраста уже можно танцевать? И, может, мы с Никитой тоже к вам придём? Или нам уже поздновато? Да как поздновато, мне кажется, самое время. Самое время? Значит, ансамбль народного танца занимается на базе Дворца детского и юношеского творчества. Я же говорю, самое время. Самое время. Юношеское творчество. Простите, Сюм. Детки у нас разных возрастов. Сегодня мы покажем наш коллектив. Это средняя категория деток. А так у нас младше 7 лет детки приходят к нам, да, и начинают познавать язык хореографии. Вот. Конечно, это очень, конечно, ну... Труд. Да, это, да, это труд. И только трудолюбие, только настойчивость позволяет им овладеть этими знаниями. Действительно показать своё мастерство уже непосредственно на сцене. Ну, само собой, ещё раз большое спасибо вам, что пригласили, чтобы детки выступили, да, они посмотрели. И самое главное, что их увидят. Их увидят, они покажут своё мастерство, своё искусство. За их спинами сегодня с утра много родителей, много бабушек, дедушек. Все сейчас в экранах, все смотрят и будут наслаждаться этим искусством нашим, искусством танца. Будут, наверное, волноваться и потанцовывать будут, да, мне кажется, сидя на диванчике. А может, даже встанут, как начнут плясать. Это хорошо. Хорошо, а расскажите, пожалуйста, вот танец в жизни каждого человека, он должен присутствовать? Или это вот прерогатива людей, искусства, может быть? Как вот по вашему мнению? Ну, конечно, бесспорно. Сам танец... Это вообще душа народа, это душа народа, которая вот именно передаётся через искусство танца. Где ещё может себя проявить, да? Вот в танцах, показать, как говорится... И сам танец пошёл от народа. От народа, от из толков. Само искусство. Именно поэтому вы и занимаетесь народными танцами в основном? Да, 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 совершенно верно, да. А что во взрослой жизни дают занятия танцами? Уже вот ваши детки, допустим, не все становятся профессиональными танцорами. Но, тем не менее, какие-то навыки с ними остаются? Знаете, вот наш, как говорится, многолетний опыт уже показал, что детки намного взрослее своих сверстников, которые действительно занимаются, вот, они более успешны в жизни, вот, более преодолевают какие-то преграды, ступени. Им легче это всё даётся, да. Они всесторонне развиты. То есть, если мы ставим, например, какую-то постановку, вот, берём, например, вот русский народный танец, да, например, вот у нас есть праздничная плясовая. То есть, мы уже рассказываем, от каких истоков это пошло, откуда, почему именно такой костюм. То есть, это история. То есть, мы уже прививаем не только там техническое, а именно историю, да, танца. Ну, и, само собой, дружба. Детская дружба, которая у них очень много друзей. Сплачивает их, конечно. Не только в коллективе, но, само собой, и... С другими коллективами детки общаются. У нас сейчас общая постановка. В общем, «Наследники Победы» — это очень такой грандиозный проект «Дню Победы». Вот. Вы готовите к 9 мая. Да, к 9 мая, да. И, в общем, многие коллективы Дворца пионеров, в общем, задействованы. Это будет очень грандиозное масштабное зрелище. А какое количество, да? Сколько человек, да, задействовано? Ой, количество, ну, думаю, даже, ну, около 200. Слушайте, ну, это масштабная постановка. Это очень масштабная постановка, да. А как же вот какие-то сложности, как же всех собрать красиво, быстро? Да, да, да. Граммофон, наверное, нужен, чтобы всех перекричать. Или дети послушные? Нет, 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 нет. Дети послушные, да. Дети послушные, каждый знает, значит, что он исполняет, как он будет, где он находится. То есть все поставлено на профессиональном уровне. Слушайте, ну это вот такая дисциплина, действительно, да? Это действительно те качества, которые помогают. Ну, кто пошел в танец, да, кто уже работает, кто дисциплинированный. И вот это самое главное на сцене. Так, ну, а расскажите нам про эту постановку. Слушайте, вы сейчас заинтриговали всех кромочан. Где это можно будет увидеть своими глазами? В нашем государственном академическом театре музыкальном. Вот, это будет проходить 6 мая. Да, в общем, задействованы в основном, ну, как бы пролог у нас будет, да. Да, это Дворец пионеров, Дворец детского и юношеского творчества. Все-все коллективы Дворца пионеров, да, будут участвовать в этом. Хореография, вокал. То есть это такой гала-концерт, можно сказать? Ну, это пролог будет посвященный, да. Дню победы, да. Ну что ж, это все будет 9 мая, а прямо сейчас, сегодня, 29 апреля, у всех зрителей есть возможность своими глазами, не выходя из дома, увидеть замечательный номер коллектива «Веснянка». Детки уже стоят, волнуются, ждут. Детки, не волнуйтесь, мы с вами здесь, на диване, морально. Мы тоже волнуемся, если что. Мы тоже волнуемся, все будет хорошо. Если мы готовы, то готовы. Мы готовы. В честь Всемирного дня танца можем начинать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова